Добрый день всем зрителям Живого ТВ. Сегодня у нас 7 декабря и, как обычно, по воскресеньям в эфире Живого ТВ ваша любимая передача «Точка отсчета». Сегодня у нас в гостях издатель. Но издатель непростой. Мало того, что не российский, еще и мужественный, который умудряется в наше нелегкое время, кризисное, издавать в странах ближнего зарубежья русскоязычную фантастику. Итак, сегодня в студии издатель, бессменный рулевой, как я написал в анонсе, бестрепетный рулевой рижского издательства «Снежный ком» Эрик Брегис. Добрый день, Эрик. Добрый день. Добрый день. И, скажем так, обычно я всегда вымучиваю гостей первым вопросом, как же все это начиналось, а мы все-таки немножко зайдем с другой стороны, скажем так, с политической. Эрик, насколько вообще полезно для жизни и для кошелька издавать в Риге русскоязычную фантастику? Не полезно. Ну, если говорить о прибыли, то она, ну, в принципе, невозможна. Те тиражи, которые продаются в Риге, ну, в принципе, в Латвии, да, но в основном в Риге, только в одном городе, ну, их просто невыгодно печатать. Насколько я помню, самый бестселлер у нас 240 экземпляров за два с половиной года. Продажи в Риге. Да. Не будем о грустном. Ну, почему о грустном? Это, смотря как относиться. Если писать бизнес-план, рассчитывать на какую-то прибыль, то, конечно, это не то дело, которым надо заниматься в Латвии. Слишком маленький рынок. А если для себя, как у нас все это делалось, ну, как для души, типа хобби такое. Да. То есть, получается, снежный ком – это такое подвижничество. Ну, наверное. Конечно, хотелось бы выйти на какие-то там, ну, может, не высоты, но на какую-то окупаемость. Ну, сейчас вот как раз такая ситуация получилась, что склад книгами забит, и готовящихся к них к выходу много, много претендентов, но все это тормозится, потому что надо бы хотя бы это продать, потом уже что-то печатать новое. Вот пытаемся, пытаемся сейчас выйти на российский рынок, тут всяким вот этим пиаром, так сказать, добились того, что продавцы уже хотят продавать наши книги. А покупатели хотят покупать? Ну, самое главное, наверное. Трудно сказать. Ну, по крайней мере, в фендоме все знают, и кому интересно хотели бы купить. То есть, я знаю много людей, которые покупали бы. Не все подряд, конечно, но все-таки. Но тут ситуация усложняется тем, что ни один торговец, даже самые крупные, допустим, как Клуб 36,6, они не хотят работать с импортом. Им лень, наверное. Вот опыты лишний. Поэтому нужна или своя фирма здесь, в России, или посредник какой-то. Вот с поисками этого посредника я безуспешно и занимаюсь. Возвращаясь тогда к началу, все-таки этот вопрос должен прозвучать насчет стартовой вехи «Снежного кома». Что, собственно, сподвигло тебя этим заниматься? Почему вот именно рижский издатель взялся издавать русскоязычную фантастику? И насколько вообще само содержание книг издательства помогает существовать? Потому что все-таки большинство книжек, которые выходят во «Снежном коме», это, скажем, неформатная фантастика. То есть это некоммерческие боевики, на которых можно было бы там как-то выжить. Ну да. Начиналось это, в общем-то, наверное, как вот Лукьяненко говорил, да, как он написал первый рассказ. Нечего было читать, и написал рассказ. Так и тут, в общем, покупал книги, то есть известных уже всех перечитал, что-то новое, я не знаю, наверное, попалось вот в этом Вале, что-то купил, неинтересно. Что-то купил, написано ужасно. Но в то же время у меня уже тогда был, в 2001-го года, портал литературный. И там очень много интересных вещей. Собственно, как вот первая фантастическая книга «Гофра» получилась. Несколько рассказов, в общем-то, стартовый, из чего, значит, появилась задумка, они были взяты именно с этого сайта «Снежный Комп», с портала литературного. Ну, давай тогда между строк расскажем все-таки, что это за портал, раз уж мы о нем заговорили. Это такая тоже хобби. Когда-то, в 2001-м году, я сделал сайт для родственника со стихами, с его стихами. Потом, что-то начали присылать письма, нельзя ли у вас свои стихи выложить. Я попробовал выкладывать туда чужие стихи. Стали присылать еще больше. В итоге пришлось сделать портал такой более автоматизированный, чтобы с этим справляться. Потом, когда перестал справляться сам, появились энтузиасты-редакторы. То есть там нет свободной публикации. Все проходит через редактора. То есть такой премодерируемый сайт самопубликации. Да, но не просто премодерируемый, а там редактор работает с автором. Если автор хочет чему-то научиться, что-то подправить, редакторы, ну они, там половина филологи, вообще люди опытные, которые не сразу пришли на сайт и стали редакторами. Они какое-то время крутились, показали себя, что что-то могут. Вот они работают с текстом, совместно с автором, помогают там что-то подправить, как-то улучшить качество, если имеет смысл. Если не имеет смысла, то просто удаляется. И сколько времени существует снежный ком? Официальное открытие было 14 февраля 2002 года. Получается уже 6,5 лет. Да, это последняя версия, которая на данный момент рабочая. Сам литературный сайт появился летом 2001, тот первый самый, на бесплатном хостинге. А уже к февралю 2002 сделали финальную версию, которую я постоянно развивал, достраивал, переделывал. И сейчас вот настал такой момент, что я его опять собираюсь переделывать полностью. Ну, в связи с этими современными веяниями, там уже много опыта накопилось, как негативного, так и позитивного. Можно переделать, сделать из него действительно что-то такое интересное. Опять же, немножко отвлечемся на конкретику для наших зрителей, для наших будущих зрителей с дисками и фантастики. Давай скажем, все-таки, где это можно найти, снежный ком, какой адрес, где могут люди опубликовать свои тексты, поработать с редакторами и так далее. Ну, там очень сложный, сложный домен. В принципе, в любом поисковике надо брать снежный ком, и первая страница вся будет. Уникальное название, да? В принципе, с любого поисковика. Ассоциация такая, что можно начать с одной публикации, а потом пойдет уже как снежный ком, да? Ну, может быть, да. Вообще, когда придумывалось название, ничего такого не имелось в виду. С дизайнером вместе думали, искали домен, свободный, ком-зоне, чтобы проще было купить. И как-то он предложил нежный ком. Я говорю, почему нежный? Да, нежный, так подозрительно. Ну, да, как-то не очень. Давай снежный. Смотрим, свободный домен. То есть, одна из вариаций написания свободный. Купили, и все. То есть, никаких там особых идеи, философии, никакой абсолютно. Совершенно случайно просто под комовский домен придумано имя. И потом уже бренд, который я развивал столько лет, почему бы, думаю, его не использовать и для издательства. То есть, в принципе, связи между издательством и этим порталом прямой нет. Только косвенно. Естественно, что друг другу помогают, так как один хозяин. Получалось так, что, насмотревшись на огромное количество начинающих, может быть, продолжающих авторов, которые публикуются у тебя на этом портале, возвращаясь к рассказу Лукьяенко, которая написала, потому что нечего было читать. Ты решил издать то, что публикуют, потому что нечего было читать. Первая вообще, самая первая книжка, это был сборник «Обрывки души». Он был издан, еще не было издательства такового. Просто с этого сайта собрали стихи под концепцию. Сделали книжечку, потом долго-долго искали, где бы напечатать. Суммы были какие-то там сумасшедшие. Денег собрать удалось недостаточно. И вот нынешний соучредитель издательства, он же директор типографии, он случайно вышел на это. У него была идея печатать книги. Тоже такая. Человеку нравится печатать книги. Он хотел печатать уже не чужие, а какие-то свои начинать что-то в своей типографии делать. Вышел, буквально попал через поиск или кто-то ему подсказал на тему в форуме, где мы ищем спонсора. Позвонил, встретились, договорились и через полгода выжила эта первая книжка. Как в «Американской мечте». Ну, примерно да. Там получилась мистика какая-то. Я думал, он думал, и нас никто не знакомил. Это получилось совершенно случайно. встретились и вот до сих пор работаем. До сих пор он за свой счет печатает, я за свой счет готовлю все это. И мы все вместе за свой счет пытаемся продать. Ну, да. Не, ну, то есть тут нельзя конечно так негативно, потому что это все-таки изначально не чисто хаббитанский продукт с прицелом на прибыль, конечно же. Ну, понятно, что без вложений серьезных в рекламу продвижения на рынок прибыли не будет сразу. Ну, понятно, что продвижение в первую очередь должно быть на российский рынок. Ну, в первую очередь должно быть по уму, но по факту не получается. Ну, по крайней мере мы пытаемся сейчас этим заняться и собственно давай тогда перейдем конкретно к продуктам издательства, что собственно вы издаете. Первой книжкой, которая серьезно прозвучала по крайней мере в френдами, может было, были и другие раньше, но первой, который стал известным, это был сборник Гохра. Вот давай с него начнем, собственно, что это за конфетка такая и о чем там можно прочитать. Да, как я говорил, там стартовыми были авторы Сергей Красильников, Юлия Колесник и Карина Кошелева. Это наши латвийские авторы, они же печатались на Альманахе снежный ком. Их рассказы мне захотелось, то есть они действительно достойны были издания, но почему-то их нигде не издавали. И мало, конечно. А, еще Дубровин появился. можно считать отправной точкой начала, это уже потом. Отправная точка именно входа в фэндом с появления Дубровина на сайте. Он появился сразу с несколькими рассказами, просто замечательными. Я их даже распечатывал, перечитывал. В то время я еще сам редактировал все, редактурой на сайте занимался. Я у него спросил, может он знает кого-то еще, кто узнал, что он где-то уже публиковался. Он говорит, давай тебе подгоню молодых ребят интересных. Я ему объяснил концепцию сборника, какая мрачная концепция была. Появилась Карина Шейнян. Кринеса еще не было, поэтому черношни в сборнике можно было собирать. Да. Карина Шейнян, Сергей Пали. Вот сделал сборник. Это собственно по-моему да, это была моя первая обложка, первый опыт производства обложки, именно дизайна. Я в него вложил кучу души, кусок такой большой. Не знаю, сейчас я оглядываясь с нынешним опытом, понимаю, что она не очень хорошая обложка. Ну, все мы с чего-то начинали. Да, но все-таки это полностью собранная мною книга, мной уже оформленная, мной уже сверстанная, это тоже первый опыт самостоятельной. По-моему, она получилась хорошо. То есть, получается, что это первая официальная книга издательства Снежный книжка книжка. И Снежность, по-моему, да, Снежность еще до Гофа. Но это все со стихами, со снежным комом, связанным с порталом. Первая в твердом переплете книга была Гофа. К сожалению, у нас нет сейчас, чтобы ее показать, но зато есть более, может быть, прогремевшая в последнее время книжка. Это сборник поколений нет, шестой день. Цветной день. Ассоциация, да, пояснить. Дело в том, что в последнее время у нас очень активно в фантастике идет дискуссия о нарождающемся молодом поколении фантастов. И вот был у нас совсем недавно в гостях критик Дмитрий Владихин. Он, собственно, вспоминал сборник «Шестая волна» Лазарчука и вот сборник «Цветной день», который собирал Аркадий Рух как, ну, не знаю, что ли, стартовым пистолетом, сигнальной ракетой этой самой пресловутой новой волны. Ну, собственно, на этот сборник было много откликов, были рецензии и вопрос к тебе, как к издателю, собственно, после этих книжек, после того большого количества отзывов, которые они собрали, ты начал ощущать наличие этой самой «Шестой», «Седьмой» по счету всех пресловленных. Ну, я этих ребят увидел уже в гофре, собственно, это вот они же, это те же ребята, которые тогда они скромно там издавали, по-моему, даже еще в книгах, в книжных сборниках никто не выходил. Не берусь вспомнить, да, как там, на самом деле, 2006 год, «Макс Добровин» точно выходил, мы с ним были в нескольких сборниках по поводу конкурсов, да. все равно, тогда их еще мало знали, сейчас уже имена, тут же Каладан книжку, по-моему, из всех из них только Каладан свою книгу и сделала. Ну, здесь же присутствует рассказ достаточно большой Ивана Наумова, который тоже сейчас выпустил книжку, и даже получился сборник, сборник рассказов, своего рода Дебют, да. Ну, я имею в виду про крупную форму, да, крупную форму. С крупной формой у них пока еще сложно, наверное, нехватку опыта, жизненного, жизненного. В основном идет такая дискуссия, что предыдущее поколение, которое пришло в начале 2000-х, оно, поколение романистов, исключительно с точки зрения денег. То есть, это люди, которые пишут из тиражей. А новое поколение, которое следует за поколением 2000-х, вот то самое поколение цветного дня, вот тут написано поколения нет, да, или там шестая, седьмая, кто как считает волна, это люди, которые пришли в литературу ради литературы. Поэтому они еще не умеют работать с крупной формой, потому что она требует там более сложных, что ли, изысков, более сложного развития сюжета, но оттачивают вот пока свое мастерство в маленьких формах. Но кроме сборников, собственно, вот у нас тут лежит еще, например, это сборник рассказов одного автора, вот книжка Динова «Столовая гора», да, мы еще поговорим по поводу ее, так сказать, отмеченности в различных литературных премиях. Вот тут есть книжка еще до них, но чужое, да. Слово о крупной форме, да. Слово о крупной форме, То есть, это не только сборники, да, для снежного кома, и крупной формой вы тоже занимаетесь. Да, конечно. Расскажи нам про авторов, собственно, которые уже активно работают с тобой. Вот, например, Евгений Гаркушев, Дарья Булатникова. Ну, они активно не работают. Ну, у них много книжек выходит у тебя. Ну, у Булатниковой была только одна книга с Гаркушевым, насколько я понимаю, она прекратила, что ли, писать. Ну, там... Ну, Даша все-таки больше детективщик, чем фантастик. Да, и она больше сейчас на сценарий перешла, насколько я понял. Да, есть такая версия. Неинтересно. А Гаркушев, ну, что, Гаркушев, его книга вышла, в общем-то, вышло только то, что другие не взяли. «Выше времени» первое, да, потом с Дашей Булатниковой этот детектив, который тоже никто не взял печатать. Ну, и сборник рассказов персональный, в принципе, автор его уровня уже мог бы иметь сборник какой-то. В нормальном издательстве. Ну, почему-то не издавали. так получается, что практически все то, что они взяли за деньги. То есть, слава, это не формат. Да, то есть, то, от чего отказались, ну, мне объясняли, почему чужое не напечатали, несмотря на то, что премии получает, и действительно вещи очень хорошие. Просто посчитали, что 3000 экземпляров за две недели не продастся. Все, мы не будем их делать. Ну, это, в общем, нормальный исходник для его издательства. Они в первую очередь считают, смогут ли они продать большую часть тиража, а потом уже смотрят на литературные качества. Это понятно. Раз уж мы заговорили о премиях, о том, как отмечены книжки издательства, давай все-таки конкретизируем, что за премии, что там за участие в шорт-листах, дебют и так далее. Ну, вот «Столовая гора» у Снудинова, шорт-лист, нет, не шорт-лист, все-таки лонг-лист русского букера. Ну, там лонг-лист такой коротенький, что его можно было бы и шортом обозвать. Данихнов, «Чужое», лонг-лист большой книги и еще не будучи напечатан, он получил дебют 2006 года. Не первое место, ну, там нет второго, то есть три претендента и только одного называют первым, а второй, третий, ну, поощрительные призы. Но все равно это шорт-лист, дебют, это уже неплохо. А книжка Красильникова там тоже была отмечена? Красильникова был роман Скоробей, который я собирался издать с его двумя еще повестями, но пока мы это отложили. Скоробей был в лонг-листе дебюта, сейчас, вот он завтра буквально прилетает в Москву на вручение дебюта этого года, у него там повесть «Сучья кровь». Вот я ее хотел издать, но ему там попросили, что пока ни с кем не заключается договор, потому что если вы получите премию, то эта премия будет считаться как гонорар за издание в их сборнике. Я, правда, не знаю, когда с тем же «Чужим» они два года тянули. В этом году вышел сборник, вот три шорт-листера дебюта 2006 года. Так вот, эта повесть «Сучья кровь» у него вошла шорт-лист аж в двух номинациях. В крупной форме и в лучший молодой автор. То есть, есть шанс, что все-таки получит. Да, у него есть шанс получить даже две премии за один заход, два дебюта. И, несмотря на такое вот большое количество отмеченных авторов, пускай не премии, но, по крайней мере, вниманием и литературных критиков, и литературных, скажем так, номинирующих редакторов и прочих участников процесса, а ты говоришь, что все это, в общем, достаточно грустно продается. По крайней мере, мы тут уже начали с этого. Ну да. Насколько вообще формат играет роль в продажах? Насколько форматные книжки более коммерческие, а не форматные, в общем, так и обречены зависать на складе? Формат, формат, какой формат? Для меня вот это формат. То есть, мне не нравится тот формат, который издают АСТ, Экс, Мо, я имею в виду массовые вот эти... Ну, какой у нас общепринятый формат? Чтобы на обложке была красотка в бронеливчике с огромным бластером? Ну, это штамп такой уже среди вас, писателей. На самом деле, посмотри, обложки таких будет, ну, сколько там, процентов 20 и больше. Ну, например, в издательстве Эксмо одно время по рекомендации маркетологов было предложено на обложке рисовать большой танк с большим количеством пушек. Если посмотреть книжки издательства за определенный период, там процентов 20 всей фантастики будет с танками. То есть, определенный формат все-таки существует. Ну, это... Ты смотришь именно фантастику. Ты возьми все, допустим, что выпускает Эксмо и какой процент там будет вот этих вот... Ну, у нас передача все-таки фантастика, мы разговариваем о фантастических книжках. Ну, ту же классику фантастики издают. Замечательно. Того же Брэдбери. Сейчас как-то новая серия, не знаю, как она называется, там очень красиво оформлена. То есть, я даже обзавидовался. Там большая картина сверху и так крупно написан автор. Там не... Это не одного автора серии, это нескольких авторов и классики в основном. Замечательно оформлено, очень красиво. Ну, ты же не будешь спорить, что все-таки такие авторы уровня Брэдбери рассчитаны на совершенно другого читателя? Естественно. На того, который знает, кто такой Брэдбери. Да. Ну, в принципе, те, кто пишут боевики по две штуки в год должны... По две? Вроде пишут по пять? Ну, по пять. Ну, должны все-таки Брэдбери читать. Для начала. Хотя, может быть, это и вредно, когда сразу перехочется писать боевики. Хочется писать как Брэдбери. Да. И не получать денег. Ну, в данном случае то есть издательство Снежный Ком считает своим форматом... То, что считает не форматом остальных. То, что в первую очередь литература и только потом уже развлечения. Хорошо, поймай за язык. А что, по твоему мнению, литература? Трудно сказать. То есть, об этом столько спорят, столько разговаривают и столько разных чужих мнений читал, что как-то ну, перешел чисто на ощущения. Ну, чем отличается вот та же самая книга Гарпышева, вышедшая в Снежном Коме от его стандартных боевиков, которых, в общем, довольно много выходит в тьму? Потому что она написана про человека, про его переживания, про то, что с ним происходит, и про его выбор в жизни. И это про выше времени. То есть, там главное это человек и то, что с ним происходит, а не антураж, который его засунует. О том, что об этом должна писать фантастика, говорят еще с 60-х годов, со времен Ефремова и Струбасова. Должна, должна. Почему именно фантастика? Об этом должны писать все. Не обязаны, но должны быть. У фантастики... Жалко, среди нас нет Валентина, он бы нам сказал, что фантастика никому ничего не должна. Нет, не фантастика должна. Люди, по идее, если человеку есть что сказать, и он это умеет делать, он должен это сделать. А фантастика, она как инструмент очень гибкий, очень много возможностей дает для описания чего-либо. Если обычный реалистичный роман, там ну сколько там этих ходов может быть? Во сколько ситуаций можно поставить человека? Их ограниченное количество. Ну считай, это от 4 до 32. Ну вот, примерно, да. А фантастика, она же не только НФ, она же может быть любая. Да и тот же детектив фантастический может быть. Да что угодно. Просто с каким-то фантастическим допущением, которое позволяет выявить что-то новое в том же человеке. Вот такого с простым человеком, с обычным в жизни такого не произойти просто не может, чтобы он себя проявил с какой-то определенной стороны. А фантастика позволяет его поставить такие условия необычные. И показать как-то что-то интересное. Тонкое. Как сейчас принято говорить, развитие персонажа. Да. Ну хорошо. Тогда все-таки давай мы конкретизируем немножко для тех молодых авторов, которые, может быть, нас сейчас смотрят или чуть позже, может быть, не на канале Живое ТВ, а на диске Мира Фантастики нашего передачу прочитают, посмотрят. Как им связаться со Снежным Комом? Что предложить? Насколько ты вообще заинтересован в том, чтобы они предлагали? Ну, предлагают очень много. Был какой-то период, когда я не знал, что издавать. То есть присылали ну вот именно тот самый формат. Мне неинтересно. я читаю первые несколько страниц, я понимаю, что я не буду этого издать. Мне просто неинтересно. И издавать было нечего. То есть вымучивал где-то, спрашивал, предлагал, того же Выше Времени Гаркушева выловил на ЖЖ. Предложился в издат кому-нибудь. Вот я сидел, шерстил эти все сообщества, выискивал что-то интересное. А сейчас наоборот. издательство стало более. Это признание? Ну признание среди авторов да. То есть конечно огромный минус это или отсутствие или очень маленький гонорар. Ну реально. То есть реально мы напечатали тысячу книг даже с хорошим 10% роялти это получается копейки. В случае со сборником эти копейки делятся на 40 авторов. Даже стыдно про эти деньги говорить с людьми. Ну по крайней мере всегда существовало огромное количество пишущих людей которые готовы были издаться и за бесплатно там за авторский экземпляр и так далее. Ну тут же опять же вступает в силу фильтр качества. То есть не все интересно. Ну почему если автора где-то не печатают в каком-то издательстве он обязательно считает что его там зарезали потому что не фарма. Ну что просто плохо пишет. Ну хорошо тогда все-таки критерии. Что присылать в Снежный ком? Ну почитать вот эти книги и в принципе можно понять. И копировать уже существующих авторов. Зачем же копировать? Самобытность тоже важна. Владение языком интересный сюжет, интересная идея. Развитие персонажа. о котором мы говорили сегодня. персонажа, да. если то есть квесты неинтересны. Интересное что-то действительно такое романное, глубокое. на сборнике. Существует огромное количество не дошедших никуда сборников, которые собирали во свое время под какой-то конкретный проект, они так и зависли. Ну опять же надо смотреть. сборники интересно чем? Во-первых, с меня это снимает часть работы, когда есть составитель сборника. Ввиду того, что я сам занимаюсь всем в издательстве, начиная от разговора с автором первичного, заканчивая, вот я сюда приехал собственно книжки продавать, пытаться искать какие-то концы, что-то налаживать отношения. то есть на мне все, и редактура, и верстка, дизайн, вот художникам, чтобы художнику заплатить, надо где-то денег заработать. Все это отнимает очень много времени, а составление сборника это вообще ужасная работа, очень сложная работа. Если есть составитель, то это замечательно. Если мне нравится идея, концепция сборника, то... Сейчас составители сборника побегут к тебе наперегонки. Ну, тут еще... Я знаю довольно много недоживших изданий сборника, которые так и зависли. Ну, хорошо, раз уж мы заговорили о художниках, давай немножко отойдем от литературных пристрастий. Обложки книжек в общем-то обжены достаточно самобытными иллюстрациями. То есть это не просто как у нас любят сейчас купить большой альбом каких-то уже готовых слайдов вылепить на книжку вне зависимости от того, как эта картинка соотносится с тем, что внутри. То есть, как я понимаю, художники снежного кома рисуют картинки по содержанию текста. Вот эти три, это Лена Ермакова из Севастополя, девушка. Ну, вот она рисовала единственное, нет, вот эту вот я у нее купил, она ее потом переделывала под книгу. Собственно, на этой иллюстрации я ее нашел. Я искал иллюстрацию, нашел ее, договорился, что она переделает и потом пошло дальше, ей стало интересно, она рисовала для других книг. Этот, в котором цветной день вообще была нарисована на расписную грелку. Я ей не заказывал. Между строк нужно пояснить, что такое расписная грелка. Это конкурс, сетевой конкурс рассказов. Был один из вариантов, когда нужно было написать рассказ по готовой иллюстрации. И очень мало художников, рисовали именно под конкурс. Многие там выставляли свои старые работы. А вот эта картинка, я свидетель, была нарисована за три дня. И потом под обложку она ее просто немножко подправила. Надо было под размер подогнать. Но когда я увидел ее на конкурсе, я понял, как раз этот сборник готовился уже. Практически уже был готов. Я понял, что это идеальная картинка для этого сборника. молодые авторы, выходящие в мир большой фантастики. И тут вообще, я не знаю, как она это поймала, потому что у меня с ней разговора не было еще об этой иллюстрации. Совершенно случайно. это действительно хорошо соответствует. Я, собственно, почему заговорил о художниках. Дело в том, что при подготовке нашей передачи, естественно, нам зрители и читатели мира фантастики задавали всякие вопросы. Ну, отсеев стандартный вопрос, как вы пишете вдвоем. Один из главных вопросов, собственно, был от нескольких художников. Как связаться со Снежным Ковом, как предложить свои работы и нуждаетесь ли вы вообще в этих картинках? Нуждаемся, да. Сейчас немножко сложная финансовая ситуация. У молодых художников, так же, как и у молодых писателей, всегда есть необходимость сделать себе портфолио. в общем, наверняка, кто-то будет готов отдать иллюстрации ради того, чтобы где-то потом написать что-то. Если они хорошие, то с удовольствием. Давай тогда озвучим, куда это можно направлять. В принципе, на сайте издательства есть имейл, это мой, имейл, туда все присылать, никаких проблем. Хорошо. С иллюстрациями тоже мы, в общем, выяснили. Это действительно был такой животрепещущий вопрос. Несколько раз мне его задавали. Теперь, в общем, стандартный вопрос тоже я им обычно завершаю передачу, особенно, когда у нас в гостях кто-то из авторов и уже достаточно состоявшихся писателей. Но ты тут уже упомянул сегодня в разговоре, что очень большой пакет готовящихся книжек. Какие ваши творческие планы? Творческие планы. Я задумал новую серию. На идею подтолкнул Юлий Боркин. То есть, уже готовы три книги к изданию. Они только ждут финансирования. Новая серия «Эго». Совершенно новая концепция обложки. Концепция серии такая, что в ней авторские подсерии. Серия одного автора, серия другого автора. Отличаются будут по цвету. Юлий Боркин предложил по-моему 10 книг сразу. Я надеюсь договориться с Далией Трускиновской. Она уже три книги дала. И там посмотрим, что у нее можно еще взять из старого. Жанровой привязки у серии не будет. Привязка авторская к автору. То есть тут рассчитано на читателей, которые... Полное собрание сочинений обработки снежного кова. Что-то вроде того. Именно рассчитано на людей, которые ценят стиль и читают автора, а не сюжет. Насколько я успел заметить по анонсам, первая из книжек подсерии Буркина вообще не имеет отношения к фантастике. Это несколько книжек истории фэндома. В первую очередь Королева Белых Слонников. Там в перемешку, там идут публицистика, фантастика, публицистика, фантастика. Там бабочка и василиск, там Вика в электрическом мире, там Пятна Грозы и в то же время Королева Белых Слонников просто насыпано. Они идут в перемешку. В принципе вся эта книга посвящена одной теме, она вся автобиографична. Королева Белых Слонников оставила свой след в истории фэндома, когда она впервые вышла в киевском журнале реальность фантастики. Это было довольно громко, ее обсуждали очень активно, поэтому я уверен, что в фэндоме эта книжка будет замечена. Но фэндом фэндомом, а в любом случае большой тираж фэндом единолично не раскупит, надо все-таки работать и на внешнего покупателя. В первую очередь вот хочу вспомнить уже вышедшие два сборника, достаточно активно рекламирующиеся. Это сборник своевременной сказки, сборник таких фантастических сказок, что с достаточно громкими именами на обложке, который собирал Антон Голубчик, и сборник фантастической поэзии, если не изменяет поэзии фантастов, потому что этот термин обругали про фантастическую поэзию, так что лучше его не использовать, есть разница. Насколько я знаю, у обоих этих книжек сейчас готовится продолжение, то есть будет своевременные сказки 2 и будет «Магическая механика 2». Немножко поподробнее ты можешь рассказать? «Мифическая механика» уже вышла, она вышла в сентябре, это вторая. А, уже вышла? Да, сейчас третья готовится, мистическая. Скажи нам поподробнее, собственно, что это за издание и какая концепция у обеих Концепция именно собрать необычные работы известных авторов. И там, и там. Ну, я не знаю, какая будет концепция у несвоевременных сказок второй книжки своевременных сказок я еще не видел. То есть Антон пока тянет что-то там с редактурой. А у стихов там именно фантасты, пишущие стихи. Вот так. Там есть и профессиональные, ну, как профессиональные, то есть поэты, которые пишут фантастику. А собирает книжку Прошкевич, да? Прошкевич собрал. Или третий он уже Балабуха собирает. Балабуха, Они уже собраны. То есть по крайней мере составители не такие малоизвестные, как были у первой книжки. И я надеюсь, что не будет такого лома, Вторая уже намного лучше. Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи потихоньку подходит к концу. Как обычно, я пожалую, что оно не резиновое, растянуть его нельзя. Но у нас еще есть чуть-чуть, несколько минуточек на последний вопрос. Собственно, вопрос, в общем, проистекает из всей нашей такой занимательной беседы. Где все это купить? Все это купить можно на сайте издательства. В Латвии вообще никаких проблем с покупкой. Вообще в Европе, в принципе. Я так поздравляю, что нас из Латвии не очень много смотрят. Ну, я думаю, да. Значит, в Москве есть некоторое количество книг на Ладожской и Бирбук, Медвед книга. Медвед книга. Да, Медведкова. Там и там какие-то не все какое-то количество есть. И я надеюсь, что уже в январе мы все-таки завезем сюда. Буквально сегодня я встретился с интересным человеком, который мне сделал предложение, что они могут заняться этим посредничеством, причем не столько ради денег, сколько ради фана. я думаю, что получится, потому что люди, они заинтересованы, им это нравится. Но пока вот на сегодняшний момент можно купить только книгу почты через сайт издательства. И, к сожалению... Или с трудом искать по московским магазинам. Да, к сожалению, подняли, почта подняла расценки у нас опять с 1 декабря, это стало еще дороже. То есть, ну, почтовые расходы выше, чем стоимость книги. Понятно. Получается. Ну, я думаю, что, когда ситуация с московским распространителем книжным будет определена, я так надеюсь, на сайте издательства большими буквами все это будет написано. К тому момент, когда наша беседа появится на диске журнала Мир Фантастики, мы постараемся поточнее все это разузнать, может быть, на диске положить анонс сайта Снежного Кома. А пока и для наших зрителей, и для наших будущих читателей Мир Фантастики, я рекомендую посетить сайт Снежного Кома, посмотреть, какие книжки там есть, ассортимент достаточно большой. Ну, и что ж, попрощаться с нами до следующей передачи, поблагодарить и я лично, и от лица наших зрителей и скажу огромное спасибо Эдику, что смог посетить нас сегодня, а всем нашим зрителям удачи, до следующей передачи, пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok